Всем привет друзья, с вами Варчик. В этом видео расскажу вам про ИС-2-2. Это прокачиваемый двуствольный танк в новой ветке. Ну как ветки, скорее веточки. Начинается она с КВ-3, потом идет на восьмом уровне ИС-2-2, на девятом уровне ИС-3-2, ну и на десятом уровне нас ждет СТ-2. Про девятку и десятку мы поговорим в других видео. В этом видео я буду рассказывать чисто про ИС-2-2. Какие мои ощущения от танка, что в нем классного, что плохого и как на нем играть. Итак, для начала, что в этом танке плохого и чего не стоит делать. Нам не стоит танковать лбом, особенно всякие высокоуровневые пушки, да и в целом орудия с большим пробитием наш танк держать не будет. Ни ВЛДшкой, ни НЛДшкой, ни лбом башни. Невысокие пробития одноклассников и пушки более низкого уровня можно уже пробовать танковать башней. В принципе, с пробитием там 220 и выше этот танк можно пробовать пробивать между пушек слева и справа от орудия. В принципе, в лоб башни он несложно пробивается. Если наклонить удачно танчик, то можно еще и получить в крышу башни. ВЛД у нас немножко танкует, если доворачивать и играть от укрытия. Но в целом лучше не пробовать, поскольку даже с хорошим доворотом можно все равно получить огромную дырку вдоль всего ВЛД. Что касаемо НЛД и всяких катков, то туда пробивается все довольно-таки легко. Плюс еще ломается боеукладка и танчик очень часто горит, после того, как пробивают НЛД и катки. Поэтому, если наше НЛД ничем не спрятано, это очень плохо. Раз у нашего танчика с броней все не очень хорошо, она в принципе посредственная, значит у нас должна быть хорошая динамика. И танчик действительно неплохо едет, неплохо поворачивается, на нем приятно играть. Тяжек довольно-таки мобильный, дискомфорта никакого по мобильности нет вообще. Но если нам нужно потанковать, то можно попробовать иногда от башенки. Если не стоять на месте быстро выкатываться, закатываться и разводить врагов на выстрел, то все будет нормально. Либо бортом, сильно не перекручивая ромбики, чтобы нас не пробили в этот борт. Достаточно показывать гуслю и заднюю часть танка, чтобы угол был очень острый. И никогда в жизни не подставляйте передние катки и НЛД. Это все закончится очень плохо. Также у нашего танка еще плохо с обзором, что можно улучшить всякими допайками, просветленками и так далее, но обзор все равно будет такой себе посредственный. Светляком этот танк никогда не станет. Какие же плюсы этого танка? А плюсы этого танка следующие. Про минусы я уже все рассказал. Все остальное это плюсы. Стабилизация шикарная, сведение прекрасное, пробитие, точность, перезарядка, скорострельность очень хорошая, цифры просто шикарные. Стрелять очень приятно, удобно и классно. Что стоковая пушка офигенная, что топовая пушка тоже. Нету никакого дискомфорта, пока ты этот танк выводишь в топ. Он хорошо ездит и в стоке, и в топе. Пушка играбельная, и стоковая, и топовая. Танк в принципе офигенный. Если вы играете на нем в танк поддержки, который наносит урон, а не который на первой линии по КД принимает снаряды врага. Можете считать, что это очень жесткая, жирная СТ-шка с хорошей офигенной пушкой. У нас хорошо опускается пушка, как для советского тяжелого танка. У нас очень точное, стабилизированное орудие. Даже не только как для советского танка, а в принципе для нашей игры пушка очень классная. Это наверное наиприятнейшее, что есть в этом танке, это орудие. Танк мне в целом очень сильно понравился. Геймплей на этом танке для меня очень понятный. Ездить, сильно не подставляться, танковать бортиком и наносить кучи урона офигенной пушкой. Это как раз таки все то, что мне нужно, что мне нравится, что я умею и люблю делать в этой игре. Какая-то там лишняя броня, из-за которой будет кривая пушка, танк не будет ехать. Это все мне нафиг не надо, и в этом танке этого нет. Действительно, самыми большими минусами в этом танке я могу назвать очень слабые баки во лбу, которые тупо всегда горят. И очень медленно поворачивается башня. Настолько медленно, что если мимо вас проезжает тяжелый танк, то у вас башня не повернется, она не успевает. Стрельнуть вы не сможете. Она еле-еле поворачивается. Это ужас. Все остальное минусами я не считаю. То, что не сильно бронированный лоб башни там, не сильно бронированная влд. Для меня это все не сильно нужные вещи в эре. Можно потанчить и бортиком. При возможности можно в принципе подождать, пока враг отвлечется, либо будет на перезарядке, и в этот момент его выезжать наказывать. Все от ситуации. Урон на нем набивается легко, в топ выводить его приятно, и сам танк мне в целом очень понравился. Не знаю, как в целом стоит ли качать ветку девятки и десятки, но восьмерку я считаю, что прокачать стоит. При том, что недавно было видео у меня на канале про КВ-3, и КВ-3 тоже оказался довольно-таки крепким парнем, а не проходным каким-то мусором. Поэтому уже семерка и восьмерка вырисовываются хорошие. Поэтому если у вас есть желание, то рекомендую покататься на семерке и на восьмерке. Что будет дальше в этой ветке, увидим в следующих видео. С вами был Арчик, играть красиво, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok